Всем привет! Вы на канале Жизнь в Кето. Бла-бла-фьюзинг Анна. Добро пожаловать на мою сегодняшнюю 1000 килокалорий. Это один приём пищи из 2000, потребляемых в день. То есть в день я ем на 2000 килокалорий. При этом я похудела на больше чем 50 килограмм. За первый год минус 40. Потом уже, так сказать, неактивного похудения. Ещё там 10 с лишним. И всё остальное время, а это уже приближается к двум годам, я нахожусь на удержании достигнутого результата в районе 70 килограмм. Который меня полностью на данный момент, абсолютно полностью во всех аспектах устраивает. Что сегодня на моём обеде? Сегодня у меня, можно сказать, изысканный, для меня, во всяком случае, совершенно нестандартный, я бы даже сказала, обед. Потому что салат необычный и десерт, наконец-то, вот какой-то. Ну, ещё, короче, по порядку. Начинаем с салата. Сегодня у меня салат, это листья салата, там ещё, по-моему, петрушка или кинза. Просто порубленная. А, ещё брынзочка. Брынзочка там, в буквальном смысле, по-моему, 20 грамм брынзы. И 40 грамм оливков. Ой, вернее, маслин, естественно, из банки. Заправила это всё. Ну, хотела, как всегда, рыжиковым маслом. Ну, думаю, раз уж оливки, думаю, тогда, значит, надо всё-таки выдавить это оливковое масло из мороженой бутылки. Я это сделала, вытерпела, вылилась 10 грамм в столовую ложку, и всё это дело я этим делом заправлю. Он просто не перемешан. И это пищевые дрожжи, этот порошочек, замечательная штука, витамины В и не только. Ещё сегодня у нас основное блюдо. Это вообще просто космическая еда, которую можно позволить себе на кето. И это то, что не надоедает вообще никогда. В принципе, это обыкновенная яичница. Она просто перевёрнута кверх ногами. Я её вообще буду есть. Я её всю перемешаю, вот так сказать, уже готовую перемешаю. Ещё вкуснее, так, помежду прочим, если кто не знал. И грудинка, то есть, да, грудинка свиная, приготовленная в духовочке на днях. И ещё долго она будет у меня в меню. Жирная, прижирная, вкусная, привкусная, со специями пожаренная. На десерт сегодня ещё 20 грамм тыквенных семечек. Тоже вещь полезная во всех отношениях. И, тададам, как говорится, десерт киви. Что-то я сегодня утром увидела, что прям что-то они совсем халява близ. Короче, целая корзиночка этих киви. Обычно в корзинке где-то 600 грамм. Была всего 600 тенге с копейками. Короче, это в районе 1,5 доллара, короче. Даже меньше, по-моему. Да меньше даже. Доллар, доллар 30, наверное, короче. Это в итоге целая корзинка киви. А киви вещь, штука достаточно кислючая. Во всяком случае, у нас он кислючий при кислючий. И ещё самый прикол и полезность этой вещи в том, что это просто замечательный источник витамина С. Даже ещё как не зимой. Дёшево и полезно. А так как у меня 50 грамм углеводов в день, вот целых аж 150 грамм вот здесь киви вполне себе вписывается. Ну, кстати говоря, я это вписывала даже в строгая кета. Ну, конечно, где-то по полкиви вот такого я где-то могла съедать. Ну, и опять же, тоже как витамин, как витаминку скорее даже, чем вкус, чем вообще всё это в принципе. Ну, и вообще красиво, между прочим. Очень красиво так вот. Ну, в общем, киви такое красивенькое. Само по себе просто. Ой, как ни странно. Всё красивое. А, кстати, про красивое, про красивое у меня сегодня будет отдельное видео. Большучее, прибольшучее. Поэтому, если вы любите послушать, как кто-то мерит языком, добро пожаловать сегодня вечером в выпуск нового видео. Чистое бла-бла-бла. В плане того, что, в общем-то, канал тому и так и называется. И я себе вполне могу позволить подобный жанр. Кета рулит. Магия вечно. Всем привет. Пока-пока. До встречи на моих каналах.